На связи Отто! Вы готовы? Я надеюсь, что да, потому что сегодня мы начинаем захват галактики в эпоху войны клонов за Галактическую Республику. Нравится идея? Поддержите лайком и, разумеется, оставьте комментарий, конечно, не забывайте про подписку на канал. А также я хочу сделать важное объявление, что только при вашей финансовой поддержке, например, если вы подпишетесь на мою страничку Boosty, и, кстати, помимо того, что вы меня поддержите, получите еще и дополнительные бонусы сами. Или, например, можно совершить единоразовое пожертвование, сделав донат. В общем, все ссылки будут в описании, и помните, что только ваша финансовая поддержка означает продолжение серии выхода этих видеороликов по захвату галактики. Ну, вроде все. Я желаю всем приятного просмотра. Ах, да, кстати, об этой модификации уже тоже выйдет, вместе с остальными модификациями по эпохе войны клонов, на замечательную игру Star Wars Empire Red War, подборка на моей страничке Boosty, поэтому вот вам и бонус. Я желаю всем приятного просмотра. Давайте уже перейдем к захвату галактики. Друзья, призываю всех подписаться на наш телеграм-канал. Любопытные факты, эстетика, свежие новости и анонсы, еще очень многое другое встретит вас в нашем телеграм-канале. Ссылки будут в описании. Итак, прежде всего я хочу объяснить, почему я выбрал именно эту модификацию, ибо их действительно десятки, если не сотни, по войне клонов я имею в виду. Ну, прежде всего, здесь нет, знаете, лишнего нагромождения. Все довольно просто и, как мне кажется, со вкусом. Вот, например, только взгляните, C-3PO и Падьби. Да, та самая Падьби. Оби-Ван Кеноби, любимые всеми клоны-солдаты. Наш любимый Карлик, Мейс Винду, полный пафоса, как я люблю всегда говорить. Асока Тано вместе со своим, не совсем адекватным, иногда бывало, ну, харизматичным учителем, Энакином Скайуокером. Ну, ладно, давайте теперь перейдем от болтовни к делу. Захват галактики, мы играем за Галактическую Республику. Давайте сначала посмотрим вообще, чем мы обладаем. Ну, для того, чтобы уже поднять какие нам делают шаги. Обороняться, где-то наступать, ну и так далее. Итак, у нас с вами, давайте, прежде всего, настроим все для комфорта. Я думаю, вот так, в принципе, оставим, чтобы было ясно, с какой планеты сколько мы получаем. Какого уровня базы, как космические, так и наземные. И, кстати говоря, у нас с вами доход общий составляет 4 345 кредитов. А в казне в данный момент всего лишь 12 тысяч кредитов. Давайте глянем, какие вообще у нас планеты наиболее защищены. Какие, напротив, наименее. И вообще глянем, какие оппоненты у нас присутствуют. За исключением, конечно, конфедерации независимых систем. Ну, я смотрю, здесь, в принципе, конфедерация независимых систем обладает довольно... Вы знаете, вот я возмущен. Почему у нас Фелуция абсолютно не защищена? Раксус Прайм с Дронгером тоже. А у них Марабант, Памант вместе с Лоло Сайо абсолютно полностью застроены. Но про Марабант я вообще молчу. Тут и наземные базы полные, и космические станции тоже. Знаете, это что-то нечестно. Мягко скажем, придется нам здесь очень сильно сейчас застраиваться. Если мы, конечно, не хотим потерять просто эти три планеты. Хотя, вы знаете, нет, две из них все-таки предоставляют какую-то ценность. Более 200 кредитов дохода. Вот Раксус Прайм еще потерять можно, хотя тоже, конечно, нежелательно. Сарена. Здесь у нас присутствует Граф Дуку. Насколько я помню, там находилось его поместье. Можно сказать, напишите в комментариях тоже, скажем так, освежите мне память. Давайте глянем, какие у нас герои присутствуют. Падме, Амидал вместе, Ц-3ПО. Я уже чуть-чуть тут понажимал кое-что. И хочу вам доложить, что они довольно мощные. Асока Тана вместе со своим учителем. Тоже хорошие герои. Можно, знаете, их использовать как троем, в принципе, как они в большинстве случаев по мультсериалу и были. Оби-Ван, Кеноби, Энакин, Скайбокер и Асока Тана. Кстати, здесь почему-то указан Р2-Д2. Будет удивительно, если с ними действительно Р-2-шка бегает. Итак, босс. Мне интересно, а где просто отряд Дельта весь в целом? Это было бы куда лучше, чем просто босс. Ладно, Мэйс Винду и наш с вами многоуважаемый карлик, магистр Йода. Палпатина, я так понимаю, у нас сейчас нет. Может быть, он в будущем будет. Но пока без него. Без него будем справляться. Так, я предлагаю в данный момент, знаете, сделать следующее. Ну, во-первых, укрепить карусант. Во-первых, конечно, укрепить карусант, застроить его. В принципе, мы с вами тут находимся в довольно хорошей позиции. И если мы сейчас захватим планеты Карелию и Скаку, которые находятся под конфедерацией независимых систем и неизвестных мне неких, я так понимаю, контрабандистов или просто бандитов каких-то, мы с вами будем в абсолютной полной безопасности. В этом секторе карусанты Наксис, Орт, Мантел и Кирос. Кирос, в принципе, вообще можно застроить только добывающими фабриками. Давайте мы это и сделаем с вами. Можно построить и исследовательскую тоже станцию. Давайте это и сделаем. Ну и просто космическую. Это не так дорого стоит. Здесь у нас максимальный технический уровень. Здесь бы я прежде всего построил, знаете, оборонительные сооружения. Но все-таки столица карусант. Прежде всего это будет... Это тяжелый завод? Нет, это офицерская академия. Она вообще... Вообще как армия без офицеров? Это что такое, согласитесь? Построим легкую фабрику техники. Фабрику легкой техники, конечно же, мы сделаем. И, скажем так, особенных клонов. Как видите, у нас здесь появляются эрки, снаперы, некие плекс-клоны, АРФ-труперы и все остальные. Их мы тоже строим. В общем, столицу надо защищать по полной. Прежде всего обороняем ее. Я бы сказал, что можно построить генератор щита. Но, в принципе, бот, искусственный интеллект, не настолько бывает продвинутым. Поэтому можно пока это оставить. Я бы построил всего, прежде всего, вот эту пушку. Потому что, знаете, она бывает иногда, ну, очень, поверьте мне, очень нужна. Это мы и сделаем. Ну, и можно, если у нас остается место, построить генератор щита. На Анаксисе я, в принципе, пока ничего строить не буду, потому что у нас здесь довольно неплохой флот. И, вы знаете, я сейчас хочу объединить силы и атаковать Скаку. По версии, я сейчас атаковал Скаку. Ладно, не буду вам говорить, что было за Кулисим, а то вы будете меня ругать. Но я сейчас планирую захватить Скаку, объединив силы с Кируса, Корусанта и Анаксиса. И непосредственно с Анаксиса ударить по Скаку. Разумеется, я что-то оставлю на Корусанте, потому что у нас имеется с вами здесь бандиты на Карелии. Я не знаю, кто это вообще и насколько они себя будут агрессивно или нет вести. Куат мы также будем, естественно, защищать, потому что это у нас является с вами довольно продвинутой планетой. Планета в смысле производства космических кораблей и всего остального. Как видим, здесь у нас имеется уже доступ к аккламаторам и всем остальным. И довольно по хорошей, что называется, цене. Здесь мы, конечно, тоже строим казармы, бараки и фабрики легкой техники. Потому что если мы потеряем куат, это будет, ну, мягко скажем, обидно. И сразу здесь построим некоторые крейсеры. Я думаю, можно, в принципе, построить вот этот вот легкий республиканский корабль. Давайте мы это и сделаем. Кэшик тоже, конечно, очень важный. Ой-ой-ой. Здесь какая-то особенно спейс-стейшн. Ну, я так понимаю, это всегда. Так, первого уровня выглядит довольно любопытно. А где камина, родина клонов? Они, кстати, здесь всего лишь стоят 300 кредитов. В то время как на остальных планетах, в то время как на остальных планетах, их почему-то вовсе нет. Ладно, это почему-то, это довольно странно. Потому что, ну, у нас вообще-то есть бараки и, по идее, Security Training Facility. А, почему-то мы их, кстати, не можем строить. Ладно, это еще предстоит выяснить, почему. В принципе, я сделал все, что хотел. Я имею в виду в смысле стройки. И сейчас я кое-что проверю. Могут ли, например, с этой планеты прилететь сюда. Если нет, мы прямо сейчас берем, объединяем флот и атакуем Скаку. Все. Давайте мы с вами это и сделаем. Блин, к сожалению, можно. К сожалению, можно. Меня это не устраивает. Вот сюда нельзя. Отлично. Это значит, сейчас мы объединяем флот. Что мы сейчас и делаем. Так, сарапины я, в принципе, думаю, что мы тоже можем перебросить флот. Только это надо делать все быстро довольно. Давайте посмотрим, что на Корусанте. Я бы взял, знаете, я бы взял все-таки Падме Амидала. Падме Амидалу. Но вместе с ней я бы взял несколько боевых подразделений. Потому что, насколько мне известно, Падма Амидала может делать рейд. Давайте поступим следующим образом. Нет, когда вместе кто-то с ней, делать рейд нельзя. Понятно. Тогда давайте, слушайте, давайте, наверное, возьмем и совершим. Побольше только еще соберем флота. Например, дредноут. Тяжелого, кстати, класса. Между прочим. Героев мы, я думаю, уберем оттуда. На всякий, что называется, случай. Вот сюда вот. А дредноут мы, конечно, переведем. Это все дело объединим. И нападем на Скаку. Кстати говоря, нам стала доступна постройка. Построение. Ну что, я думаю, можем нападать, наверное. Пожелайте мне удачи. Если я совершу ошибку, она будет на моей совести. Итак, вы готовы? Я нет. Поехали. Я надеюсь, что это будет удачное предприятие. К сожалению, я проиграл. Ну, в принципе, это было довольно предвиденное обстоятельство. Слушайте, но тем не менее, смотрите, у меня сохранился в целом-то флот. В целом флот сохранился. Я потерял лишь одного героя. И при этом сохранил тяжелый дредноут и остальные корабли. Что говорит о том, что, в принципе, если мы сейчас возьмем и сделаем следующим образом. Но, прежде всего, мы еще с вами совершим, значит, обустройство наших планет. Например, я бы хотел очень сильно застроить квад. Ну, скажем, Heavy Cruiser. Слушайте, довольно неплохая вещь. Я думаю, мы можем построить еще здесь две штуки. На всякий случай. Просто защитить квад. Просто защитить квад и все тут. А также я бы хотел, разумеется, улучшить в целом камина. Построить здесь разных штуковин. И, вы знаете, я, наверное, переброшу с ротана все на камина. Ну, потому что, посмотрите сами. Ротана находится в тылу в полном безопасности. В то время как бытовые... Вообще, тут, конечно, какие-то дикари присутствуют. Я имею в виду нерегулярная какая-то армия. Я вообще чуть-чуть не знаю. А что это за фракция? Некие созвездия или что это? Не знаю. Напишите в комментариях. Но мы быстро сами, конечно, перебросим это все дело. Сделаем более мощным наш флот. И, кстати, здесь... All enemy movements in the sector are visible. То есть, все движения наших оппонентов в этом секторе нам видны, доступны. Прекрасно. И, к слову, когда я построил на Корусанте, что это было то ли Академия, то ли еще что-то. Ага. Да, это была Академия Офицеров. У нас с вами стали доступны клоны. Не простые, а капитаны, второстепенный герой. И клон-коммандер даже. Мне будет очень любопытно посмотреть, на что он вообще способен. Но пока что, я думаю, мы сейчас совершим еще один удар по скаку. Потому что там остался, в принципе, всего лишь один корабль и станции. Не больше, не меньше. Давайте мы с вами это все дело и совершим. Посмотрим, удастся ли это предприятие или нет. Я... Слушайте, я все равно проиграл. Мне это очень сильно удручает. Потому что я был настроен на решительную победу, знаете. А сейчас мы сделаем довольно убийственную вещь. Я думаю, многие из вас будут меня ругать. Слушай, а ругайте. А ругайте. Вот я комментарии читаю и буду применять к сведению. Но, поверьте мне, падма медала обладает довольно, как видите, сами неплохими билоти, что называется, да. И может уничтожать. Но в прошлый раз она уничтожила целый АААД и танки. И, к слову, смотрите, как удачно была проведена диверсия. У них были уничтожены полностью все станции. И они остались буквально ни с чем. Это значит, что мы сейчас с вами можем, в принципе, залететь и взять эту планету. Да, ценой падме. Но падме восстанавливается, как видите. И будет доступна снова. И мы сейчас... You have the last battle. Слушайте, меня это вообще дело удивляет. У них там ни черта не осталось. А я, тем не менее, постоянно проигрываю. Ребят, нет, давайте... Так. Да что же такое? Я снова проиграл. Слушайте, это какое-то проклятие. Это какое-то проклятие. Целое проклятие. Я думаю, сейчас, скорее всего, само провидение желает, чтобы мы взяли в руки, в руки ситуацию, битву. И, кстати говоря, мои, как видите, постройки идут нам только на пользу. Если помните, у нас был доход 3 с копейками, там, 3 тысячи с чем-то. А сейчас уже более 5 тысяч. Я, конечно, застроил бы камина. Тут получше, все-таки. Застроил бы камина. Вот это мы делать с вами не будем. Потому что я не считаю, что это имеет какой-то в данный момент смысл. И пока нас, я вам хочу доложить, что не особо, не особо притесняют. Давайте будем здесь отстраивать мощнейший флот на Куате. Для чего, собственно, и создан Куат. И будем потихоньку развиваться. И, кстати, на Киросе у нас с вами строится исследовательский центр. Это значит, что скоро мы будем с вами продвигаться. Ну и давайте уже я в собственные лапки, ручки возьму управление этой битвой. Быстренько разобьем. Кстати, это вот Тамбор, или как его там зовут, забыл. Я думаю, сейчас ценители Войны Клонов на меня будут злиться. Извините, ребят. Так, ну я так подозреваю, что где-то они здесь. Где-то они здесь. Давайте выберем всех и отправимся вперед. Знаю, дружище, знаю, знаю. Вот поэтому и выдвигаюсь. Так, давайте чуть-чуть я посмотрю, как здесь вообще в целом управляется. Ага, давайте мы их сделаем по цифре. 1 у вас по цифре 2. Кстати говоря, к сожалению, они не извергают, скажем, дать никаких истребителей. Я предлагаю это все дело ускорить. И, ага, вижу, 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 вижу. Так, вы разбираетесь с этими, вы разбираетесь с этими. Вы просто продвигаетесь далее. Молодцы. Так, давайте выберем цифру 1. Хотя, в принципе, они... Ага, вот, ребята, вот-вот-вот. Давай-давай, вперед. Парни, 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 нам нужна ваша помощь. Ай-яй, ай-яй, как больно, как больно. Слушайте, кажется, я сейчас проиграю. Давайте отступать. Убеги, дружище, пожалуйста. Да, один корабль я потерял. Надеюсь, что один. Давайте ускорим. Слушайте, ну, кажется, я два корабля потерял. Да, вы будете меня ругать. Зря, зря я взял в свои лапки это предприятие. Ладно, рано еще было нападать, я знаю. Слушайте, но ведь интерес моих захватов в галактике в том, в отличие от других, что я, как и, наверное, большинство из вас, я не хочу никого оскорблять, не подумайте, не большие профессионалы, знатоки в целом в Empire at War. И, знаете, это даже веселее в какой-то степени, потому что, когда играет профессионал, уже, в принципе, вы предвидите, что будет. А когда играет такой полководец, как я, всегда интересно, а чем все, черт возьми, кончится. Да, это, представляете, у них там нулевой уровень станции или первый, я чуть-чуть не понял. Ну, ладно, сейчас мы построим здесь, в принципе, серьезный флот и будем потом наступать. Все, я понял, что бесполезно дрыгаться, пытаться что-то сделать тут. Кстати, у нас этот Квинланд Восс, если не ошибаюсь, зовут Дак Квинланд Восс вместе с клонами. Кстати, смотрите, здесь есть Republic Armory, которая позволяет нам строить, дает гарнизон, пардон, в виде АТТЕ спидеров, АТРТ и клонов. Но здесь вообще ничего нет, пустует наш с вами планета, поэтому я предлагаю ее застроить. Я предлагаю ее застроить также бараками, легкими заводами и, вы знаете, наверное, еще легкими заводами. И еще казармами. Нет, ладно, с казармами я, наверное, перебрал. Объясню почему. Потому что это довольно важная планета, как погляжу. Но, тем не менее, и тем нам ее нельзя, естественно, терять. Так, на Крусанте, в принципе, все довольно неплохо. И, кстати, SD6 Hulk Infantry. Infantry. Это легкий шагоход. Я вообще, вы такое видели или нет? Напишите. Я вообще впервые слышу о таком. Будет интересно почитать, слышали вы до этого или нет. Нет, давайте пока не будем строить здесь. Будем строить его тут в тылу. Отлично. Превосходный, я бы сказал. Так, в принципе, в принципе, здесь мы грамотно тратим пока ресурсы. Увеличиваем наши доходы. А это еще такое. Что такое? Malastar Full Refinery. Я так понимаю, это завод, который нас, значит, делает profit. Это как это сказать-то? А, скажем, инвентизирует нас, если так можно выразиться. Снабжает топливом, насколько я понимаю. Ладно. Пока мы все равно нищие. И благодаря моей стратегии, моей тактике, мы еще и без флот. Ладно. Я думаю, здесь мы вообще, в принципе-то, ничего особо делать и не можем. Потому что очень большое скопление противника. И у нашего оппонента наблюдается высокий уровень космических станций. Давайте мы запустим игру. Посмотрим, что имеется здесь. На Эриаду. В принципе, ничего интересного. Malastar как бы не потерять. Знаете, как бы не потерять нам Malastar. В принципе, с моим руководством это вполне вероятно. Но, тем не менее, на Коррюсанте у нас уже все отстраивается. Его точно, я уверен, не возьмут. Но с Карликом-то давайте, кстати, поместим сюда всех героев. Всю нашу сухопутную армию. Эти мерзавцы отстроили третий уровень станции снова. Да. Но, тем не менее, у них вообще нет ничего. Ничего там, насколько докладывает разведка. Давайте сейчас здесь тоже будем... А, здесь уже мы застроили настолько, насколько возможно. Позволяет вообще технологии. Так, здесь я предлагаю обустроить легкие, два легких завода и еще эту добывающую станцию, а также космическую станцию. Хотя нет, знаете, давайте сделаем следующим образом. Будем вкладываться во флот. Очень серьезно, очень сильно. А, где это вообще возможно? Да. Пока картина довольно удручающая, но, что называется, куда деваться? Давайте построим тактического офицера. Он нам точно не помешает. Может быть, он и будет направлять в следующий раз завеста меня. А, что и как надо делать? Давайте здесь строим... Так же будем. Нет, давайте выберем планету более-более важную, что ли. О, Advanced Clone, нет, это у нас уже есть. Офицерскую академию мы тоже строить не будем. Одной достаточно. И построим, пожалуй, вы знаете, построим, я думаю... Нет, казармы не будем строить, потому что, если не ошибаюсь, здесь у нас и так уже имеется достаточно. А построим еще добывающий завод. И, тем временем, у нас уже более 5000 кредитов дохода. Вы только на это посмотрите. И я думаю, что уже сейчас мы можем с вами отстраивать более-менее серьезный, достойный флот. Что вы скажете? Я думаю, вы меня только в этом поддержите. И вообще, я бы взял под свой контроль Батауи. Но пока у меня довольно слабенький здесь флот, чтобы что-то вообще брать, что называется. Поэтому мы пока воздержимся. Я думаю, вы не против. Построим еще один аккламатор. И все-таки я хочу в этой серии, черт возьми, я хочу захватить Скакао. Или как она называется? Скако, которое меня уже серьезно взбесило. И, вероятно, я думаю, что мы с вами попытаемся захватить эту планету. А давайте попробуем. Слушайте, а кто не рискует, тот вообще и не живет. Правильно? Правильно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому мы возьмем... Я не понял. А почему не нападается? Они наши союзники. Ребят, а почему мы не можем на вас напасть? Эй, ребят, вы чего? Подождите, я не понял. А почему мы не можем на них напасть? Спай Network здесь у них есть. Значит, сеть наблюдателей. А почему я не могу напасть на Батауи? Так, давайте посмотрим вообще, что пишут здесь. Так, Корусант. Это все дело ясно. А где у нас с вами информация о наших союзниках и так далее? Да. Ну, в общем, почему-то я не могу напасть на Батауи. Вы обязательно напишите, с чем это дело связано. Мне будет крайне любопытно, правда, узнать. Потому что сейчас я, по правде говоря, удивлен очень сильно. А, ладно. Давайте мы здесь будем отстраивать далее Флотилию. И я думаю, на Корусканте, на Корусанте или на Корусканте, кстати, будем еще строить добывающие заводы. Потому что, в принципе, или, может быть, все-таки ударятся в оборону. Кто знает. Ну, я считаю, у нас довольно нормально защищенный Корусант. Поэтому еще будем строить добывающие заводы. Вот их нам с вами как раз и не хватает. Так, прекрасно. Что у нас здесь? Здесь можно тоже построить легкие заводы и еще добывающие. Превосходно. Слушайте, но пока мне все нравится. Конечно, за исключением того, что мы с вами потеряли довольно немаленькую Флотилию. Но, я думаю, реабилитируемся. И, кстати, вроде как тот герой у нас не восстанавливается. Да. Ну, совершил ошибку. Ну, бывает. Бывает со всеми. Ну, ладно. Ничего страшного. Не будем уже глупо сожалеть о том, что прошло. И сейчас мы можем ставить уже вскоре новый технический уровень. Улучшать его до второго уровня. И уже там у нас с вами будут уже серьезные улучшения техникой и так далее. Я думаю, что сейчас мы с вами этим займемся. И, скорее всего, попытаемся захватить эту чертову планету Скака. Как она меня раздражает, вы даже не можете себе представить. Только, я думаю, мы, наверное, переместим нашу Флотилию сюда. На Анаксисе мы уже ничего делать особо и не можем. На Крустанте, кстати, до сих пор есть место. Давайте мы им воспользуемся и застроим. Давайте совершим следующим образом. Вы будете у нас, господин офицер, командовать Флотилией. Я умываю, что называется, руки. Я еще строю один окламатор. И мы уже точно делаем серьезную атаку. Нападение. Уже на этот раз без детского сада. Мы их разобьем. Будь уверены, в пух и прах. Ну, я думаю, что пока нам в космическом смысле нет смысла обороняться. Будем обустраивать наземную исключительно оборону. Сейчас на Куате строится один окламатор. И мы совершаем дерзкую атаку. Дерзкое нападение. Что ж, давайте это и сделаем. Let's go. Я очень надеюсь, что у нас получится. Так. Да, отлично. Наконец-то мы победили. Черт возьми. Как я долго ждал этого момента. У нас с вами, в принципе, тут довольно сильный, нешуточный противник. Очень много артиллерийских и танковых подразделений. Поэтому я предлагаю сейчас построить как можно больше, давайте пока мы это уберем, побольше различной техники. Клона командора все-таки, да, лишним не будет. И уже совершить тоже дерзкий набег, дерзкую атаку. Я думаю, никто не возражает. И я бы, пожалуй, отвел флот обратно, потому что я не хочу терять квад. А то, знаете, как-то здесь он пустует. Я бы здесь тоже сделал вот этой разной техники. Она лишней, в принципе-то, и не будет. Так, что у нас, кстати, с техническим уровнем? Он довольно долго улучшается. Довольно неплохо. Меня это радует. Потому что, насколько я понимаю, улучшаем мы, улучшается и наш оппонент. Поэтому не будем никуда спешить. Не будем гнать время вперед, что называется. Здесь, разумеется, мы сейчас тоже будем отстраивать наземную оборону. Отлично, превосходно. Так, различных юнитов. Прекрасно. И вас, в частности, тоже. Просто будем заниматься наземной обороной в данный момент. Так, здесь мы уже все, что можно было отстроить, отстроили. Давайте сделаем вот так. Чудесно. И построим еще. Отлично, здесь у нас еще имеется один офицер. Слушайте, я думаю... Кстати, мы почему-то снова можем проникать через эту планету. Я не понимаю, это наши союзники или... Черт возьми, кто это вообще? Кстати, появилась уже Падми. Я думаю, мы Падми, наверное, тоже попробуем пожертвовать. Да, кстати, мы здесь рейды делать не можем. Скорее всего, это наши союзники. Давайте сделаем рейд... Ну, куда? На родину Графоду? Нет, на родину Графодуку мы сделать не можем. А вот на Явин, на Явин можем. Давайте это мы с вами и реализуем. Посмотрим, что на Явине. Так, на Явине у нас вот такая штука. Мы их, в принципе, тоже тут чуть-чуть потаскали. Но потеряли Падми Амедалу вновь. И Ц-3ПО. Но ничего страшного. Они, как мы знаем, восстанавливаются. Итак, я предлагаю построить еще чуть-чуть подразделений. И, в принципе, уже можно нам с вами идти в бой, решительно атаковать. И эта планета будет за нами. Слушайте, первая победа. Да, пусть совершила оплошности вначале. А кто их не совершает? Я знаю, скорее всего, кто-то напишет в комментариях, что я. Но давайте вы мне тоже подыграйте. Ладно, давайте построим тоже побольше техники. А то у нас как-то самое дело долго идет. Давайте будем набирать солдат по всем планетам. Чтобы быстро, побыстрее захватить скаку. Глянем, что у нас здесь сейчас. Ага, на Малостар, на Малостар идут. А Малостар у нас вот здесь. Слушайте, не успею, не успею уже, скорее всего, ничего поделать. Слушайте, Малостар, скорее всего, мы сейчас с вами потеряем. Давайте глянем, что из этого выйдет. Но я боюсь, что... Я проиграл? Серьезно? Вы хотите сказать, что я проиграл вот этому посмешищу? Понятно. А если мы отобьем атаку? А, они еще убежали. Да, это как-то странно было, но... Но ладно. Но это было довольно странно, согласитесь. Ладно. Сейчас мы будем уже атаковать эту планетку. Кстати, на Сарапин они тоже прилетели у меня здесь. Так, нет, давайте поставим на паузу. Сарапин у меня вообще не застроен. Ой-ой-ой, как же я это дело приглядел. Так, давайте срочно отстраиваться. Прекрасно. Давайте срочно здесь отстраиваться. И я думаю, можно разгромить флот заодно, что называется. Потому что бесчинствует уже беззастенчиво. Ребята, я снова как-то каким-то чудесным образом потерял... Так, это где? Это где? Подождите, это где? Это вот здесь. А, напали все-таки на Орд Мантел. Напали на Орд Мантел. Слушайте, у них тут серьезный флот. Серьезный, серьезный флот. Я думаю, уже будем скорее брать эту планету. И, наверное, заканчиваю. Слушайте, как бы я не потерял мои оставшиеся планеты. Я имею в виду те, которые у меня есть здесь. Хорошо, в принципе, что я там начал... Серьезно? Вы это видели? Подождите. Это Лорд Сидиус? Черт возьми, серьезно. Это Дарт Сидиус. Я думаю, никто не будет против, если мы сейчас сделаем вообще что-то с чем-то. Прям возьмем... И ударим по этой планете. Слушайте. Там Дарт Сидиус, черт возьми. Там, черт возьми, Дарт Сидиус. Вы понимаете? Там Дарт Сидиус. Я боюсь проиграть. Серьезно. Но ради вас я это и сделаю. Я надеюсь, вы готовы, потому что я нет. Наверное, надо было сделать... Надо было автоматическую битву сделать, но тем не менее. Я высаживаю грозную силу, карлика и технику, пожалуй, от ТТЕ. Давайте сразу подбежим... Так, давайте сразу подбежим сюда. Построим турели. Разного рода. Так, ты давай срочно становись сюда. Будем строить защитные сооружения. Уже один приперся. Смотрите, уже один приперся. Почему-то я пока не могу здесь их строить. А почему? В общем, проблема... Анти-инфантитурет. Я почему-то строить не могу. Слушайте. Не знаю, с чем это связано. Но строить вообще не кликабельно. Просто не кликабельно. Сами видите. Ладно, пошлите вперед потихоньку. Будем идти потихонечку вперед. Почему-то я их все равно строить не могу. У меня 6240 кредитов. Но строить их я не могу. Слушайте, какие мерзавцы, а? Согласитесь. Ой-ой! Ой-ой! Слушайте, тут уже что-то серьезное. Так, высаживаем срочно подкрепление. Уничтожаем танк. Обе вам. Отходите, карлик. Слушайте, вот ублюдки, прям стреляют по моим, а? Карлик, карлик, вы где? Так, это-то я. Парни, сюда. Слушайте, я вам не скажу, что это просто отнюдь, отнюдь. Ладно, надо чуть-чуть отступить. Так, давайте джеды у нас будут по двоечкой. Так, давайте, ребят, сюда. Слушайте, правда, все очень серьезно. Мерзавцы, а? Ладно, нам надо скорее уже высаживаться сюда. Так, давайте, вы будете тут. Вы отправляетесь на захват этой точки. Если учесть, что здесь еще будет Дарт Сидиус, слушайте, ну правда, это... Это абсолютно не смешно уже. Так, давайте срочно сюда. Кстати, как они выглядят? Вот таким образом. Слушайте, адроиды все подходят и подходят. Так, парни, скорее давайте захватывайте. Это у нас медик. Прекрасно. Побольше клонов. Побольше джеды. Побольше персонажей. Чудесно. Так, давайте уничтожайте танк. Ой-ой-ой. У нас тут всех клонов уже уничтожили. Так, давайте тоже уже отходить. Отходим, отходим, парни, отходим. Карлик! Карлик! Нет, карлика потеряли. Слушайте, надо отступать. Нет, я их разбомблю, а потом буду отступать. Надо срочно их бомбить. По серьезному. Ах, они мерзавцы, они улетают, смотрите. Они убегают, моя бомбежка была впустую. Ладно, давайте хотя бы спасем оставшихся наших персонажей. Господи, убили Оби-Вана Кенобием. Да. Я полностью опозорился, друзья. Я полностью опозорился. По всей видимости, мне надо было еще больше сил. Как видите, этого было просто непозволительно, недостаточно. Да, это очень, конечно, печально. Это катастрофа, я бы сказал. Но будем с вами отстраиваться и нанесем в будущем удар. Я думаю, что на этой грустной ноте мы можем завершить. Напоминаю, что только ваша активность и ваша финансовая поддержка гарантирует продолжение выхода серии этих видео. Спасибо большое за просмотр. И я надеюсь, что еще увидимся. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!